В 2018 выпускать смарт-часы на собственной операционной системе дело рисковое. Придется конкурировать с WatchOS, Tizen и Android Wear в конце концов, где есть свой мир с кучей возможностей и функций. Но компанию Huawei это не остановило. Для своих новых часов она берет малоизвестный чип, вместо Snapdragon отказывается от OS Google и разрабатывает новую операционную систему. Зачем было идти на такие жертвы и что из этого вышло? Посмотрим на примере Huawei Watch GT. Первых часов на LiteOS. Несмотря на смелое новшество внутри, снаружи без сюрпризов. С виду это привычные смарт-часы, сделанные под классические 46-мм хронометры с двумя механическими кнопками. Хотя при желании и спортивный мотив можно добавить, выбрав соответствующий циферблат и стандартный резиновый ремешок, как в моем случае. Носить удобно. Они и нелегкие, и не тяжелые. И по размерам тоже средние. В общем, дизайн универсальный. В часах используются три материала. Задняя часть из пластика, корпус из нержавеющей стали с алмазоподобным покрытием, а безель керамический. Получилось дорого, прочно и красиво, как по мне. При этом есть флагозащита до 50 метров, так что и для плавания эти часы подходят. Экран, как и полагается, AMOLED с диаметром 1,39 дюйма или 454 пикселя. Он яркий и выдает четкую картинку за счет плотности точек в 326 ppi. Жаль только, что нет режима Always On, когда циферблат постоянно включен с минимальной яркостью. С точки зрения дизайна этого не хватает. Хотя со стороны автономности это даже плюс. И в этом, кстати, есть логика. Ведь Huawei решила сделать одни из самых живучих смарт-часов, батареи которых при желании можно растянуть на целый месяц. И для этого вот какие смелые шаги сделала компания. Во-первых, отказалась от OS Android Wear. И даже популярную платформу Snapdragon тоже забыла. Вместо этого взяла мало кому известный чип ARM Cortex-M4, а также разработала собственную операционку Light OS. Как понятно из названия, это легкая операционная система. И тут сразу возникают мысли, подождите, подождите, насколько она легкая и остались ли в ней хоть какие-то полезные функции. Начну с того, что она настолько избавилась от всего лишнего, что у часов всего 128 мегабайт постоянной памяти. И как такое возможно? 8 мегабайт оперативки. 8. Это не трехзначное, как у конкурентов, и даже не двузначное число. Ну ладно, если вспомнить тот факт, что у многой оперативки активнее есть заряд батареи, то и в этом есть логика. Кроме того, есть надежда на оптимизацию, о ней чуть позже расскажу, сразу после представления самой ОС. Так как это ее первое явление, расскажу подробнее. Итак, как выглядит Light OS. Наряду с циферблатом есть еще три главных экрана. Мониторинг пульса, информация о погоде и статистика активности. Лента круговая, поэтому можно быстро вернуться обратно. Свайп вверх выводит уведомления. Их можно пролистать и только прочитать. Ответить с часов нельзя. То же самое касается звонков. Выводится только имя контакта, без аватарки. И единственное, что можно сделать, сбросить вызов. Возвращаемся к циферблату. Свайп вниз вызывает классическую шторку быстрого доступа, где можно включить режим «Не беспокоить». Заблокировать сенсорное управление. Заставить телефон играть мелодию, чтобы найти его за диваном. И нажать на кнопку «Время отображения». Это что-то похоже на Always On. Но не оно. В этом режиме экран горит еще пять минут после использования. Но яркость не меняется. Даже когда она на автомате. Еще со шторки есть доступ к настройкам. И вот тут все бедно. Единственное, куда стоит заглянуть – в меню экрана. Но и тут только яркость дециферблаты. Последних 11. И все они сейчас перед вами. На мой взгляд, стрёмных нет. Все симпатичные и со своей функциональностью. Вот этот, например, кроме времени выводит пульс, заряд батареи, максимальное потребление кислорода и график активности. Скачать и установить дополнительные пока нельзя. Да, и как можно было понять по настройкам, нет тут и Wi-Fi с NFC. Следовательно, и всего с ними связанного. А что же тогда осталось? На что сделана главная ставка? Нетрудно догадаться, что на спортивные функции. И с этим тут полный порядок. Имеются разные режимы тренировок, блокнот с информацией о них, мониторинг сна, барометр, компас, секундомер и прочее. Быстрее попасть в меню тренировок можно посредством нижней кнопки. Шаблонов немного, но для основных активностей – пеша, велосипедной и плаванья – заготовки есть. Для первого сценария часы умеет определять спуск, подъемы и измерять фактически пройденное расстояние. Для второго, кроме прочего, еще и скорость, а для пловцов – показатель с Wolf. Для чего-то другого есть режим, который так и называется – другое, где выводится количество сожженных калорий, время тренировки и пульс, конечно же. Последний измеряется оптическим пульсометром. Точность хорошая, на уровне тех же Galaxy Watch, но до Apple Watch не дотягивает, что, впрочем, просительно, учитывая разницу в цене. Частично цели и статистика ведутся непосредственно с часов, но более развернутую информацию все же лучше смотреть в приложении здоровья. Тут есть все, что нужно для этого, плюс настройки уведомлений и другие параметры, которые не влезли в память часов. Теперь насчет оптимизации. Учитывая, какое тут железо, она хорошая. Серьезно, я знаю, что поначалу не тормозили, но в моем сэмпле со свежими обновлениями все нормально. Меню может серьезно подлагивать только, когда, например, из каких-нибудь дебри хочешь быстро вернуться назад к циферблату с вайпами. Хотя для этого проще нажать кнопку, и тогда все ок. Так что в основном все действительно плавно. Молодцы. Ну и ответ на главный вопрос – получилось ли сделать самые автономные часы? Самые – не скажу. Нужно сравнивать. Но вот что одни из самых живучих – точно. Huawei обрисовала три сценария. Первый – 22 часа работы с мониторингом пульса и включенным GPS. Второй – две недели с пульсом и общими тремя часами тренировок. И третий – целый месяц с выключенными датчиками и модулями. Только чтение уведомлений. У меня получилось вот что. Один день измерения пульса, чтения уведомлений и 30 минут кардио с GPS забирает 8% батареи. Таким образом, действительно часы можно растянуть почти на две недели, в зависимости от количества и длительности тренировок. Если же выбрать максимальный режим, то есть пульс, GPS и частое использование экрана, то за час уходит 5% батареи. Следовательно, обещанные 20 с лишним часов тоже можно выжать. После этого всего два часа на магнитной зарядке и можно дальше пользоваться. Выводы по Watch GT делать очень сложно. С одной стороны, Huawei – красавцы, что не побоялись пойти против течения и добились своего. Сделали очень живучие смарт-часы, которые могут обходиться без зарядки неделями. Но с другой – для этого им пришлось пойти на жертвы. Отказаться от множества функций, которые есть у конкурентов, и еще от приложений из Google Play. Благо, положительным моментом в этой истории выступает ценник часов. В районе 250 долларов на данный момент. Учитывая все это, нужно понимать, что вы хотите от смарт-часов и принимать сделанные Huawei шаги. Если в приоритете дизайн часов, чтение уведомлений, спортивные функции и, главное, автономность, то Huawei Watch GT однозначно стоит рассматривать. Если видео понравилось, дайте положительную обратную связь в виде лайка, подписки и колокольчика. У нас на подходе еще много интересного. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok